Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 31 мая. Я сегодня не собиралась записывать вот это видео, ответы на вопросы. Хочу ответить только на один вопрос, мимо которого я не могу остаться в стороне. Вопрос по проблеме с растениями. Сейчас я вам его прочитаю. И может быть кому-то еще поможет. Ой-ой-ой, тороплюсь как всегда. Где же он? А, нет. А, кстати, вот по дороге к нему сейчас отвечу. Вот Надежда Северина написала, там где у меня кучерявились томаты, написала, что это проявление вируса одна из самых опасных причин кучерявости. Короче, все читать не буду. Если только от погодных условий, то через несколько дней он должен стать нормальным. Я вот как раз Надежде хотела ответить, но сейчас не буду отвечать. Раз, так скажу словами. Это было не вирус, а именно от погодных условий. Я в прошлом году следующее видео уже потом сняла, когда жара спала. Кучерявость пропала сама. Я ничем не обрабатывала, потому что он у меня и на улице, и в теплице закучерявился. Он один. А потом все восстановилось, он стал прекрасным. Все у него было хорошо. Так. Сейчас я найду именно тот, на который я хотела. А, кстати, вот еще по дороге. Подкормки томатов в открытом грунте. Вот Оксана Симашова пишет, что сначала блога про меня. Я каждый день смотрю про томаты, подкармливаю свои томаты через день. Сначала дрожжами, потом куриным пометом, травяным настоем, золой с йодом, борной кислотой и так далее. Хоть не смотри вообще YouTube. Вот видите, я вот про это и говорю, что люди некоторые смотрят и делают все подряд, надо или не надо. Но вот все, что она вот сначала перечислила, это все может привести к жированию, конечно. И куриный помет, и травяной настои, и дрожжи, это все с одной оперы. И сильно часто их делать не надо. Так, так, так. А, вот. Вот смотрите, вот такой тревожный комментарий пришел. Пишет Татьяна Шипулина. Здравствуйте, спасибо вам за вашу азбуку. Внимательно слушаю ролики. Так, так, так. Понимаю, что не видя томаты, ситуацию не оценишь. Но все же расскажу. Может поможет. Поможете каким советом или знаниями. Я высадила с одной стороны теплицы томаты 30 апреля. Все хорошо. А на другой стороне через неделю. Так вот, вторые заболели, зацвели и стали вянуть 6 штук. Прочитала про фузариоз. Там листья коричневые, а у меня зеленые, но висят уже как тряпочки. Совсем не живые. Рост остановился. Кустану цвести продолжают. Когда я их уберу, на это место можно посадить новые или там заражено. И не надо сажать. Может у подписчиков есть опыт какой. Буду рада своим любым советам и знаниям. От чего так бывает. Какие на это есть причины, чтобы на будущее избежать таких потерь. Жалко, там помидорки уже висят. Заранее всем благодарна, кто откликнется на мой вопрос. Таня, вот смотрите, я именно только из-за вашего этого вопроса села снять вот этот маленький такой, он будет короткий, как никогда, ответы на вопросы. Будет ответ только на ваш вопрос, потому что в стороне остаться не могу. Но сразу говорю, что такой ситуации лично у меня не было. У меня, если томаты погибают, то от таких более явных причин. Или когда замерзают совсем. Или вот бывало в прошлом году, когда сжигается. Вот начали высаживать поздние высадки. В июне была аномальная жара. И когда рассаду высаживаешь, но она в этот же день сгорает и погибает. Все, восстановить ее невозможно. Но я в прошлом году купила вот этот препарат. Я хочу вам посоветовать, может быть, он вам поможет. Вот вы боитесь, что там еще раз начнете садить, что там заражено, может быть, вот эти какие-то грибковые или что за заболевание. Многие, наверное, знают этот препарат, он на слуху, вот этот глиоклодин. Его именно подкладывают в лунки при высадке. Тут написано, что против корневых, прикорневых гнилей, черной ножки, рассады. Короче, биофунгицид, он безвредный. Он на основе вот этой триходермы. Одну таблетку в лунку. Я купила, если честно, еще в прошлом году. И все собиралась. Или в огурцы подложить, или еще под перцы при высадке. Но я все забываю про него. И у меня, в общем-то, таких ситуаций не было, которые бы меня подтолкнуло его применить. Потому что у меня, ну, очень редко, когда вот от таких, от невыясненных причин погибают растения. Обычно, если они погибают, я говорю, что я уже знаю. Это или мороз их ударил уже до конца, или сама сломаю, или жара вот в прошлом году. Возможно, вот первый выход, это взять вот такие при посадке новых, добавить по одной таблетке. И если там, в крайнем случае, были какие-то грибковые заболевания, вы хотя бы новые растения обезопасите. Это вот такое современное средство. Старинное, проверенное бабушкино средство. Если вы хотите высадить на это место, то достаточно пролить вот этот участок раствором медного купороса. Все, на следующий день вы можете смело высаживать. И если кто-то боится применять вот эти медь, содержащие медный купорос, то, применяя его весной, он не так опасен, когда еще вы же будете высаживать. Там еще нет плодов, вы еще не будете употреблять. И за это время он все равно, ну, там и дождем умывается, он и вглубь уходит. Не так вредно, как кажется, ну, как некоторые думают. Конечно, медью очень часто пользоваться медсодержащими все-таки не рекомендуют специалисты. Но вот раствор, одна столовая ложка на ведро воды медного купороса. И если вы польете, прикроете пленочкой, чтобы оно не испарялось, хотя бы сутки подержало, потом можете высаживать хоть что. Раньше в деревнях вот только медным купоросом спасались. Вот эти вот, когда огурцы высаживали, если, например, была фитофтора, на это же место нужно будет на следующий год посадить, всегда протравливали, это называется, как протравливали, медным купоросом. А вообще, вот вы, если еще их не выдернули, я всегда советую людям, если вы не знаете, что у вас случилось с этим томатом, вот вы видите, как тряпочки висят, но вроде бы цветут, и неизвестно. Вы пожертвуете одну, вот одну помидорку, и все-таки ее выдернете вместе с корнем. Посмотрите, белый цвет корня или он все-таки коричневый, потому что я подозреваю, что, наверное, все-таки это что-то с корнем случилось. Раз вы говорите, они продолжают свисти, значит, верх у них нормальный. Возможно, это какое-то корневое поражение, может быть, действительно, там какие-то грибковые заболевания или что-то. Я сразу скажу, что я точно не знаю, что у вас там случилось. Правильно говорите, что не видя томату ситуацию не оценишь, да я еще у меня и такого не было ни разу, своего опыта не было. Но вот из желания помочь, как вот я прям это прониклась в вашей ситуации, и вот, пожалуйста, или глиокладин, это биофунгицид, он безвредный, или медный купорос, он считается вредным, но это самое действенное средство. После этого можно высаживать хоть что, никаких уже зараз там не останется. Полностью не буду я ничего читать, потому что мне некогда, я все высаживаю, сейчас уже вечер, и все равно мне некогда. Мне же надо высадить до 10 июня, все-все-все, а погода нам не дает, не позволяет. И вот я сейчас сразу с вами прощаюсь. И если вот я сегодня выписывала уже 3, по-моему, вопроса, если какие-то вопросы такие вот злободневные, я собираю их в кучку и на следующий день снимаю видео. Мне так проще, потому что сразу всем приходит информация, и следующий человек уже об этом не будет говорить. Вот про тройку я сказала, что она всегда у меня тоже стоит жирная, и маленькая, не торопитесь, ничего не делайте с ней, дайте ей время, пусть она вырастет. Она распушится, и она разрастется. Но это такой томат, а не вот петруша огородник, сибирская тройка, они долго сидят вот в таком маленьком состоянии. Некоторые нынче на Демидова жаловались, что он вроде толстый, толстоногий, но он маленький, такой коротышка. Вот такие они. Они потом дадут рывок, вы еще удивитесь, какие они будут здоровые и красивые. Ну все, до свидания. Если накопится много вот таких вопросов каких-нибудь, на которых я не смогу не ответить, я могу в любой день включить, и прям вот 5-минутное, 6-минутное вот такое видео, ответы на вопросы я, конечно, сниму. Все, до свидания. Продолжение следует...